научно-технический прогресс века 20 и в конце первого десятилетия века 21 позволяет нам мобильно ориентироваться везде путешествовать по всем направлениям и наслаждаться привычными нам уже вещами возможность три раза в год бывает за границей и сейчас это не придет мечтаний но тут главное понять что за сумму поездки из региона из дивного по дороговизне магнитогорска можно в принципе два раза слетать из уфы и искомый 3 из москвы соответственно да конечно тут нужна и лишняя доля храбрости и лишнее количество мозгов храбрость нужна для того чтобы выяснив отношения с работодателем объяснить разделение вашего отпуска на две части предусмотренные кстати экзотом а мозги для того чтобы с казанского вокзала доехать до любого аэропорта москвы и цены удивляющие вас в интернете на горящие туры это абсолютная реальность тут важно понять кто этот тур вам в магнитогорске устроить центр микрофинансирования туризма и отдых эконом и отдых премиум класса устроит вам легко хотя разницы по сути нет находясь в солнечной и интересной стране вы в номере проводите минимум времени а не напрягающая трешка по питанию может хору дать и переполненному гипер отелю но не будет пойло да и не беда купить можно сейчас во многих местах в пределах туристической зоны аквапарки это конечно же отдельная и мною горячо любимая тема так вот такого рода аквапарки есть конечно при отеле но такие крутые только одни причем хургадинский можно смело отнести к самому навороченному прошлом году у блин прошлый раз к нам были фургаде первый день честное я вот на это именно горки поставил два синяка на катках конечно и справедливости ради заметим примерно аналогичный по площади магнитогорскому самарский либо екатеринбургский аквапарк дает магнитке прикурить по полной но они в самаре не в йобурге нету всего дивного хургадинского да и солнца круглый год нет и в турции в том числе конечно учитывая копеечную стоимость нефтепродуктов и электричество понимаешь что если добавить в египет еще и моторизированные водные виды спорта то он египет совокупности море солнце доброжелательность по отношению к россиянам будет лидировать по экзотике фруктов и морепродуктов круглый год ставим и индии он конечно же не сравнится и до турецкой кухни способной поразить любого осталось еще чуть-чуть но каждый год я настойчиво рекомендую летний сезон проводить здесь 46 градусов на солнце и влажность 14 процентов это комфортно турция великолепно с августа по ноябрь индия это с января по март и таиланд рулит с марта по июнь конечно каждая из этих совершенно доступных сейчас стран готова в принципе принимать гостей и круглый год но я вам назвал экономически выгодные для посещения времена года чтобы у вас от цент не сносило голову а у нас голову естественно сносило от этого великолепного аквапарка конечно мы могли бы использовать кадры ну четырехлетней давности на тогда я был на 10 килограмм легче немного более волосатый искусство требует жертв и искусство погадаться в аквапарке тоже очень веселая горка скажу вам и предупрежу лучше для начала как все это делается да я понял ну ладно потом дальше объясню инструкцию применения по парку а а а а Ну так вот, целый день здесь проводить, мягко говоря. Сложновато, поэтому рекомендуем вам использовать аквапарк с удовольствием. Накатайтесь по самому я не хочу, но мы поехали чуть раньше и поэтому переплатили, а точнее инвестировали в экономику Египты далеко не лишние для нас 60 долларов. Говорят, у страха глаза велики. И это в принципе понимаешь, решив прокатиться на цунами. В этом аквапарке экстрима поболее хватаешь, чем где-либо ранее. И все-таки вода и солнце это здорово, но тут надо понимать, вот такими эмоциями вы просто не замечаете, как солнышко вас кардинально прожарит. Поэтому в аквапарк лучше отправиться не в первый день, это точно. И в очереди за кругами и пенкой не надо материть персонал. Вы подождите минут 40, этого времени будет вполне достаточно, чтобы первая волна одичавших туристов подустала. Так как подъемника здесь нет и в гору пешком, а с горы вот с такими эмоциями, иногда и кувырком. Ну что? Можно ли рекомендовать нам отдых в Египте? Безусловно, отдых очень нравится. Все так хорошо, несмотря на то, что это не сезон. Жары абсолютно не чувствуется. Ощущение моря. Впечатлений тоже. И как во второй раз в первый класс, ну имеется в виду в первоклассную горку? Ну в первый раз очень впечатлило. Я вообще не поняла, куда я попала. И такое ощущение, что я вылечу. Хотите адреналина? Попробуйте. Не попробовав блюдо, ни в коем случае не стоит говорить о его вкусе. И это действительно глупо. Также глупо и невежественно судить о стране, ни разу в ней не побывав. И не менее глупо, наслушавшись бредней горе туристов и российских телеужастиков, делать поспешные выводы. Человек, манагер типа акула турбизнеса, проехав в рекламнике, тоже не передаст вам полного впечатления о стране. Наш тур, естественно, не имел к рекламнику никакого отношения. Мы вместе с Центром туризма и микрофинансирования постарались вам донести наши впечатления от Египта. Страны, безусловно, заслуживающие внимания. И страны, в которую хочется ехать вновь и вновь. И намекнем, так для проформы. Если вы к 40 годам не решили свою жилищную проблему, если вы реально понимаете, что тост с пожеланиями жить до 100 – это желаемая иллюзия, то пока есть силы, откройте для себя прелести путешествий. И если часть из них вы проведете в Египте, если вы для нас, уже состоявшихся акул турбизнеса, откроете что-то новое, то мы вам будем только благодарны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok